всем привет вы слышите алексея халецкого это значит что вы на канале лёша играет и сегодня состоялся релиз глобальной пошаговой 4x стратегии old world от сорана джонсона и у меня есть что вам по этому поводу сказать игра была в раннем доступе год я периодически и вам показывал следил за ее развитием и несомненно рекомендую всем обратить на нее внимание и поиграть во первых соран джонсон главный гейм-дизайнер 4 сидмерс цивилизейшн которая многими считается лучшей в серии и в этом большая заслуга сорана и естественно я после 4 цивы следил за тем что он делает он создал собственную студию mohawk games выпустил довольно успешную of world trading company так называлась игра и решив что у компании достаточно сил чтобы замахнуться на что-то больше начал делать свою глобальную пошаговую 4x стратегию как он сам говорит в интервью old world это глобальная стратегия для людей которые думают что цивилизация слишком долго не в плане времени который вы проводите в игре а какой временной промежуток она занимает я кстати постоянно читаю у себя в комментариях что многие хотели бы чтобы в цивилизации эпохи шли дольше даже если они играют на эпической скорость а еще тоже довольно для многих игроков в циву самыми интересными являются первые эпохи вот поэтому old world и сосредоточена именно на древнем мире и античности в игре всего семь цивилизаций древнего мира ассирия вавилон карфаген египет греция персия и рим но глубина здесь достигается за счет того что у каждой цивилизации есть четыре основные правящие семьи причем в одной игре вы можете использовать до трех из них каждая со своими способностями или лучше сказать фокусом на какой-то вид деятельности но при этом их отношения с правителем являются одной из механик потому что либо дают бонусы к развитию городов и силе юнитов либо отнимают вообще в плане развития своей династии империи а в игре вы будете играть не за одного правителя а за целую династию и это одна из механик которая кстати очень похожа на crusaders kings потому что если у вас нету наследника и ваш правитель умирает то на этом игра заканчивается так вот эта механика несомненно очень гармонично встроена в игру и нету ощущение тяжеловесности хотя я считаю что здесь она сделана проще чем в crusaders kings но это и к лучшему потому что в old world еще очень-очень много механик и возможностей за которыми надо следить кстати изначально игра называлась ten crowns то бишь 10 корон и здесь подразумевалось очевидно что в течение игры у вашей империи будет 10 правителей кстати это в некотором смысле сохранилась потому что одна из возможностей победы это выполнить 10 амбиций у каждого правителя в момент его правления может появиться амбиции или даже их несколько может быть например там захватить три вражеские города или построить шесть храмов или построить чудо света определенное так вот течением истории выполнив 10 амбиций вы побеждаете в партии ну хотя эту возможность хотя можно и отключать никто не заставляет только так побеждать возвращаясь к династии ваши правители развиваются вы занимаетесь воспитанием ваших наследников другие члены династии которые не будут править все равно являются важными составляющими вашей империи которых вы можете использовать как губернаторов как генералов у армии и так далее и так далее следующая важная идея которая кстати вообще не видел ни в одной глобальной стратегии и которая как теперь кажется лежала на поверхности и удивительно что никто до нее не додумывался это система приказов все очень просто у вас на каждый ход есть какое-то количество приказов это просто ресурс но например у вас 10 приказов каждый ход юнита это один приказ каждое назначение рабочему это один приказ каждое назначение министра это приказ и так далее и так далее и так далее и вам их Реально будет не хватать Есть постройки, которые увеличивают это количество приказов Есть законы, которые эти приказы увеличивают Есть, кстати, наоборот, постройки, которые уменьшают количество приказов Правда, временно, пока они строятся И это, с одной стороны, заставляет нас задумываться, что вам важно для вашей империи А с другой, делает сам ход динамичнее Вы не сможете сделать миллион юнитов, как вы знаете, на поздних этапах цивы И что вы всеми на вам надо ими походить обязательно Да, конечно, в World World тоже увеличивается количество приказов со временем И вы все-таки можете больше ходить Но это все равно не ощущается рутиной И, как я уже сказал, добавляет еще один слой механики Который не кажется надуманным, а очень логично Вплетается вот в эту систему глобальной пошаговой стратегии Куча новых идей в размещении и управлении городами Вот смотрите, у нас есть система в Циве Где вы ставите один город с клетками вокруг И он постепенно разрастается, разрастается Там у него границы увеличиваются, увеличиваются Есть система в играх от Amplitude В Humankind, в NDS Legend Где у вас есть районы, внутри которого вы ставите город И вот у вас в этом районе вы можете расширять Как мне кажется, Сорен Джонсон посмотрел и то, и другое И просто сделал гибрид Во-первых, для городов есть специально отведенные места То есть вы не можете поставить город где угодно И я считаю, кстати, это правильное решение Потому что, ну, невозможно ставить город реально где угодно Это просто нелогично А те места, которые считает для города правильным сама игра Выглядят так, как будто там действительно бы остановилось племя Да и вообще, на самом деле, вот изначально это место Если вы приблизите внимательно, посмотрите на него Это как раз как будто стоянка племени Которая просто вот в этот момент превращается в город Ну и это не одна точка Это всегда несколько точек расположенных вместе И на одной из них вы уже можете выбрать где поставить город Так вот, почему это гибрид? Потому что, когда ставится город, это уже как будто как райончиком таким становится Но этот район в дальнейшем может разрастаться За счет, опять же, постройки зданий За счет использования специалистов И появляется ощущение вот роста этого города Потому что, опять же, взята идея районов Но, в отличие от той же Цивы и Humankind Районы здесь строятся рабочими И это именно те самые здания То есть, амфитеатр, суд, библиотека, бани Это здания, которые занимают одну клетку И вы смотрите на город И вот есть у вас ощущение, что действительно С каждым годом город растет А так как районы должны примыкать друг к другу А не так, как это сделано в шестой Циве Где районы могут располагаться где угодно Лишь бы в границах города То Bold World веришь в город, который ты видишь на карте Шестой Циве, ну, немножко включаешь фантазию все-таки При этом, еще раз повторю В Bold World эти районы строят рабочие А не город сам по себе Что, опять же, логично Как будто этого мало Здесь есть система ресурсов Вот вы сверху можете увидеть Еда, камень, железо, дерево, деньги Постройка юнитов и постройка зданий требует ресурсы Что, опять же, логично А не просто какое-то эфемерное производство Колизей требует камень, порт требует дерево Мечник требует железо Корабли требуют дерево, опять же Поселенцы требуют еды Да и юниты, кстати, строятся в городах Не используя производство Тоже интересная и правильная идея, по-моему Все гражданские юниты То бишь поселенцы, рабочие, миссионеры Потребляют еду при своем создании То есть, чем больше производит еды этот город Тем быстрее эти юниты будут в нем построены Все военные юниты требуют военных очков для создания Чем больше вы там построите бараков, тренировочных лагерей Тем быстрее в этом городе будут строиться именно военные юниты Но еще есть всякие проекты в городе Которые требуют, ну назову их, социальными очками Хотя это цивики, всем нам знакомые Чем больше их город вырабатывает Тем быстрее вы эти проекты будут закончены Причем интересно, что вот эти все еда, военные очки и цивики Идут и в глобальную копилку тоже И когда вы что-то строите за еду в городе То в глобальную копилку еда не идет Особенно остро это видно на цивиках и военных очках Потому что за цивики вы очень много других действий можете в игре делать Ну, самое банальное это принимать законы Каждый закон 400 цивиков стоит Ну и там и содержание еще есть, но это уже отдельный разговор Строительство чудес будет требовать этих самых цивиков Отправка, точнее найм министров требует цивиков и так далее А за военные очки вы можете, во-первых, опыт юнитам давать То есть повышать их в уровнях А во-вторых, прикреплять к ним генералов Это 100 военных очков стоит А генералы дают существенный бонус в боях И как будто этого мало Все эти ресурсы между собой взаимодействуют еще Вы их можете продавать и покупать И внутри игры появляется такой обширный рынок Если у вас мало камня То вы всегда можете рассчитывать на то, что вы его сможете купить на рынке Зато у вас, например, много дерева и вы его будете продавать на рынке Это, кстати, пришло в Old World из прошлой игры Mahau Games Off-World Trading Company Там это вообще было главной идеей и на этом и строился весь геймплей То есть там на Марсе несколько компаний соревновались в добыче ресурсов на Марсе Кто кого скупит и кто будет добывать более востребованный ресурс Как будто этого мало В игре постоянно происходят события Причем они, опять же, связаны с тем, как вы играете Со способностями ваших правителей С тем, что вы построили или нашли Ну, например, я построил шахту И копая шахту, мои шахтеры нашли какой-то древний храм И мне надо решить, что с ним сделать Либо разрушить тогда я камень получу Либо оставить тогда будет плюс к культуре городов Кстати, культура тут играет тоже интересную роль Тут она нужна не для того, чтобы расширять клетки А для того, чтобы в ваших городах появлялась возможность строить более продвинутые здания Потому что у каждого типа зданий, грубо говоря, есть несколько вариаций более продвинутых Ну, например, научный, понятно, есть библиотека Следующий — это университет Так вот, библиотека строится в обычном городе А для университета надо, чтобы у него уже культурный уровень был повышен до определенного другого уровня Кроме того, повышение вот этого культурного уровня еще и создает в городах всякие положительные события В городах, кстати, есть и счастье-несчастье Оно постепенно накапливается, либо убывает И тоже переходы с уровня на уровень счастья-несчастья создают всякие события Которые могут быть и отрицательными тоже В этом месте, пожалуй, как раз стоит сказать о двух с половиной проблемах игры Серьезных проблемах А именно начну с отсутствия русского языка Нам в течение года обещали, что русский язык будет Но примерно весной уже начали говорить, что к релизу его не будет И какой-то точной информации о локализации нет Такое ощущение, судя по дискорду Old World Как будто переводом занимаются энтузиасты Ну, на самом деле, есть определенный перевод Он ставится как мод, но там очень немного переведено И это важная штука Я, конечно, за то, чтобы люди учили иностранные языки И вполне могли играть на английском Но дело в том, что в Old World довольно много терминов, собственно, из древнего мира Это не какой-то casual English Это не тот язык, который вы можете в обычной речи встретить И вот эти исторические термины довольно тяжело воспринимать Я понимаю, что для русскоязычных игроков в этом будет проблема Вторая большая проблема — это оптимизация самой игры К сожалению, как в начале раннего доступа, так и сейчас Во второй половине игра начинает ощутимо притормаживать Я думаю, даже в этом видео вы чувствуете, что как-то рывками все происходит Так вот, это именно в самой игре так Я показываю вам все-таки уже позднюю стадию игры Чтобы вы представляли, как тут все происходит Причем это все не зависит от мощности компьютера Потому что на подобное жалуются все Разработчики продолжают обещать, что они оптимизацией займутся Но в течение года это не было сделано Ну, как не было сделано? Конечно, стало чуть лучше, но это все равно не тот уровень, который можно рекомендовать Ну и половинка, которую я вообще-то не считаю проблемой Но, как я понимаю, для некоторых игроков это очень важно Old World все еще эксклюзив Epic Games Store То есть купить его можно только там Никаких данных, никакой информации о том, появится ли он в Стиме Или еще на какой-нибудь другой платформе на данный момент нет И, кстати, если будете все-таки его покупать Воспользуйтесь, пожалуйста, моей реферальной ссылкой Которая есть в описании к этому видео Я тогда с вашей покупки какой-то процент получу И, наконец-то, куплю себе второе Ferrari На самом деле, в игре еще очень-очень много контента На который я не обратил внимания пока Делал этот обзор, потому что Рассказать можно долго, это лучше какие-то гайды, наверное, сделать Там и шпионаж есть Есть и караваны, которые можно грабить Есть религии, которые совершенно по-другому работают Не так, как в шестой или пятой циве Но, кстати, чем-то похоже на четвертую И вообще, я бы сказал, что Old World точно, вот, сто процентов Понравится всем любителям четвертой цивы Это прям, вот, есть вот это ощущение Той четверышности Несмотря на то, что вот города тут вот так Вывернутый апельсин строятся Я думаю, что имеет смысл обратить внимание Тем, кто любит Crusader's King Потому что, ну, это, конечно, не эпоха Средневековья Но управление династиями и правителями Здесь на подобном уровне Да, еще раз посмотрю, чуть проще Чуть проще, потому что, все-таки Имхо-стратегические игры от Paradox Interactive попроще Там можно уделять время династиям Ну и, конечно же, игра точно должна понравиться тем Кто любит вот эти вот начальные эпохи в циве До средневековья, когда самое-самое начало только Так что Old World я, несомненно, рекомендую Надеюсь в комментариях почитать впечатления От тех людей, которые уже поиграли в нее И играли в нее в течение раннего доступа И, конечно же, в ближайшее время запишу прохождение релиза Кстати, за какую цивилизацию мне это сделать? Тоже давайте пишите в комментариях На этом все Играйте в умные игры И всем пока! Спасибо, что досмотрели до конца Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк Оставить комментарий и поделиться этим видео Со своими друзьями или в социальных сетях А также посмотреть другие мои видео Ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране Играйте в умные игры и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok